День семьи, любви и верности. Самые крепкие пары Петрозаводска наградили медалями. Общественный совет при Минздраве Карелии проверил качество и количество еды в больницах. Мы попробовали все методы. И начиная от иголок, и бомботерапии. Ну, все, что можно было при этом диагнозе. Многодетная семья Кузнецовых из Эсейлы собирает средства на операцию своему младшему сыну. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности или День памяти святых Петра и Февронии. Возле Кафедрального собора Александра Невского для жителей Петрозаводска подготовили праздничную программу. На Руси святые Петр и Феврония Муромские считались покровителями семьи и брака. А символом праздника стала ромашка. Во время праздничной программы, которую проводят на территории собора уже седьмой год, наградили многодетные семьи Карелии. Также мы брали семьи, которые с приемными детьми. У нас одна семья есть, где восемь детей приемных. Их награждали. Также мы выбрали категорию молодых семей, которые только вступили в брак. И выбрали многодетные семьи с активной жизненной позицией. В этот день для детей и взрослых организовали мастер-классы. На праздники работали ремесленная ярмарка и благотворительное кафе. Все вырученные средства пойдут на воскресную школу храма Серафима Саровского в Мелиоративном. Для тех, кому за 25. И речь не о возрасте, а о долголетии супружеской жизни. Самые крепкие пары Петрозаводска наградили медалями за любовь и верность. Светлые, красивые, а главное влюбленные лица в нашем следующем сюжете. И спустя 45 лет они могут радоваться таким простым вещам в компании друг друга. Взяться за руки и прогуляться по набережной, как будто в первый раз. Вот простой рецепт крепкой любви. И синяя палитра природы будто вторит названию их сапфировой свадьбы. Еще чуть-чуть и будет полвека. Когда найдешь свое сокровище и всю жизнь, кажется, с ним вместе, когда он тебя поддерживает. Познакомились у друзей на свадьбе. Ну и все. Через год стали крестными их дочери, а через два месяца поженились. И вот спустя 45 лет в День семьи Четуносовых наградили за любовь и верность, как и 10 других счастливых крепких пар. За последние 14 лет вот 200 семей в Петрозаводске получили награду, которую я сегодня буду получать вам. То, как вы живете, то, как вы идете вместе по жизни. Это, безусловно, пример для всех нас, для нашей молодежи. Я прошу ответить, жен! Да! Скрипите ваше самое золотое слово, которое вы только что произнесли. С супружеским поцелуем! Борька! 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 Мы с тобой по берегам, Гулок до реки! Борька! Борька! Отметили праздник и в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов концертом «Ромашковое лето». Постояльцы и сотрудники пели песни, танцевали, участвовали в конкурсах. Несмотря на наш солидный возраст, потому что средний возраст у нас 80 лет, но мы все очень любим танцевать. И все вспоминают, знаете, когда раньше, в их молодые годы, были летние танцплощадки. Вот эти вот танцы, ну нам, конечно, нравятся очень хорошо, потому что мы не сидим в комнатах, но это и людям добро делаем. У меня дочь в Ленинграде живет, мама, она смотрит меня, я говорит, вообще поражаюсь, ты вообще так изменилась. Благодаря таким мероприятиям постояльцы интерната чувствуют себя одной большой семьей, дарят друг другу массу позитивных эмоций, тепла и заботы. Обустроенная зеленая территория интерната располагает в летние солнечные деньки. Здесь особенно приятно прогуливаться, танцевать и даже заниматься спортом. Общественный совет при Минздраве Карелии проверил качество питания в больницах. Его представители посетили медучреждения Петрозаводска и Пряжинского района после жалоб, которые периодически стали появляться в соцсетях. Где кормят вкуснее всего, выяснял Герман Алмакаев. Пациенты детской республиканской больницы не были готовы к приему гостей. А это работает общественный совет при Минздраве Карелии. Он проверяет качество питания в медучреждениях. Юная Милена тоже сегодня выполняла свою проверку, но объектива засмущалась. Мы на отделении уже третий раз лежим. Нам все нравится, все устраивает. В принципе, голодные мы никогда не ходим. Бывают даже по вечерам булочки вкусные, да, Милен? Булочка, она очень... Вчера у нас ватрушки были с творогом. Очень вкусно было. Она у нас съела вот полбулки. Но для нее полбулки – это уже сытая. В детской республиканской больнице за еду отвечает фирма «Каудаль». Она арендует пищеблок и готовит почти для 500 пациентов. Питание шестиразовое. За каждого больного компания получает 387 рублей в день. Полтора года назад это была достаточно хорошая цифра для того, чтобы работать. Но буквально два месяца назад, что приключилось с продуктами, мы до сих пор еще не можем войти в нормальную калию. То есть тут о прибыли уже и речи не может быть. Ежедневная стоимость питания пациента больницы зависит от общей суммы контракта с аутсорсером. В условиях резкого повышения цен на продукты большинство организаций сейчас вынуждены работать без прибыли, чтобы выполнять условия договора. Закон не предусматривает возможность изменить заключенный с подрядчиком контракт даже из-за роста цен, объясняют больницы. Здесь, видите, изменить ничего не может структура, потому что контракт выиграет тот, кто предлагает наименьшую цену. И если нужно будет в дальнейшем увеличивать, то это повлечет несоблюдение контракта с соответствующими последствиями. Как же у нас пшеное масло достаточно. В психиатрической больнице в поселке Матросы тоже шестиразовое питание. Два завтрака, обед, полдник и два ужина. Врач-диетолог Инна Щеглова разработала несколько диет. Высокобелковые, высококалорийные, низкокалорийные, общий стол, стол для диабетиков и для детей. В рацион включены мясо, рыба, фрукты, овощи и выпечка. Сумность питания 283 рубля в день. Это, конечно, маловато. Но хотелось бы побольше. Если бы нам министерство выделяло побольше денег, то, конечно, я бы питание немножко расширила, увеличила бы ассортимент таких овощей, как кабачков, цветной капусты, фруктов и свежих овощей. В республиканской больнице имени Баранова кормят трижды в день. Здесь на одного пациента уходит в среднем 300 рублей в сутки. Готовят еду при учреждении в отдельном здании. Затем ее доставляют в больничный корпус. Главный вопрос все тот же – стоимость питания в сутки, которую в рамках заключенного контракта нельзя поднимать, отметил зампредседателя общественного совета Приминздраве Карелии Игорь Зуточкин. Кроме того, Игорь Зуточкин заметил, что для стимулирования компаний, которые занимаются питанием, медучреждения могли бы не взимать с подрядчиков арендную плату. В целом представители общественного совета не выявили каких-то нарушений. Отметили соблюдение санитарных норм, хорошую работу персонала больниц и остались довольны питанием. Герман Алмакаев, Станислав Шведов, Служба новостей. Мода на ретро-стиль в Карелии набирает обороты. В Петрозаводске, Оланецком и Медвежегорском районах отметят юбилей Роберта Рождественского, а Онежская набережная станет длиннее. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». Петрозаводчанин оказался в реанимации после укуса змеи. За летний период это уже третий случай обращения к медикам после встречи с рептилиями. Всем пострадавшим вели сыворотки против змеиного яда. Мэр Петрозаводска Владимир Лебарский подвел итоги опроса о благоустройстве и продолжении строительства Онежской набережной. Большинство участников голосования поддержали предложение. В Карелии запустили ретро-автобусы. Первый пробный рейс с туристами из Петербурга проехал от вокзала города Сартовал от Огорного парка Рускеала. В Карелии к 90-летию Роберта Рождественского пройдет молодежный фестиваль искусств. Будут созданы аранжировки мелодий, записан DVD-диск с любимыми песнями, состоятся экскурсии, концертные программы и круглые столы. В преддверии профессионального праздника в Карелии наградили сотрудников Почты России. 70 человек были отмечены ведомственными, корпоративными и профсоюзными наградами. Это почтальоны, сортировщики, водители, операторы связи, руководители почтовых отделений, специалисты аппарата управления почты в Карелии. К ним обратился Артур Парфенчиков. В нашем меняющемся так быстро мире мы понимаем, что почта тоже должна следовать а вот этим изменениям. И это непросто, но происходит. Конечно, здесь необходимо меняться, наверное, всем. И в то же время мы видим сохранение важности. В Карелии сегодня работают 266 стационарных почтовых отделений и три передвижных. За год автопочта проходит 400 тысяч километров по Карелии. Эксперимент по переработке отходов растительного происхождения запустили в Петрозаводском госуниверситете. Возле одного из корпусов вуза появился компостер. И теперь вся органика в нем будет преображаться в питательный грунт для нужд городского озеленения. Тему продолжит Виктория Швецова. В этот специальный контейнер с вентиляцией можно сдавать шкурки, очистки от овощей и фруктов, чайную заварку и кофейную гущу. Для чистоты эксперимента его организаторы просят записывать, какой объем органики вы сдали и когда. Органические очистки пищевые будут накапливаться. Значит, мы будем их смешивать с травой, с опилками. И еще одним компонентом являются азотосодержащие вещества, которые мы сами будем добавлять. И в конце эксперимента мы уже как-то придем к определенной формуле. Исследование проводят по инициативе организации «Карельский экологический оператор». Оно позволит адаптировать технологию компостирования к нашим климатическим условиям. И весьма кстати. Территориальной схемой предусмотрено, в принципе, на данный момент двухпоточное разделение отходов с 2024 года. Соответственно, отдельно предполагается на данный момент, что пищевые отходы будут отдельным потоком направляться. Соответственно, уже полезна эта информация о том, что пищевые отходы требуют особого отношения и отдельного сбора. Полученный компост можно будет использовать в качестве удобрения при озеленении территории города. Но пока можно увидеть, поддержат ли инициативу студенты и жители ближайших районов города. Виктория Швецова, Максим Зверев, служба новостей. Что делать, когда буквально каждый шаг ребенка дается с трудом? Многодетная семья Кузнецовых из Эссейлы собирает средства на операцию своему младшему сыну Роману. Ее делают только в Америке. И она сможет помочь пятилетнему мальчику навсегда избавиться от спастики ног и научиться ходить. Сумма, которую требуется собрать для семьи, неподъемная – 59 тысяч долларов. Зрители нашего телеканала могут помочь со сбором средств через фонд имени Арины Тубис. Михаил Платонов расскажет подробнее. Мы пришли в губернаторский парк, чтобы встретиться с семьей Кузнецовых. Пятилетнему Роме четыре года назад поставили диагноз, поврегающий в шок многих родителей. Детский церебральный паралич. И с тех пор родители Ромы пытаются изо всех сил подарить ему лучшую жизнь. Каждый шаг дается Роме с трудом, ноги не слушаются. Но в остальном он ничем не отличается от обычного парня своих лет. С мамой гуляет на детской площадке, любит решать задачи по математике, рисует и любит игры и сказки. Ты любишь настольные игры? Да. Любишь? А какую-нибудь настольную игру можешь назвать, которую ты любишь? Да. Какую? У меня в поезде есть настольная игра. В поезде он играл в настольную игру. Однако повседневностью для Ромы стали различные процедуры. С полутора лет Рома занимается ежедневно физкультурой, массажей, иголки. Вместе с матерью мальчик побывал в самых разных медицинских центрах. За четыре года реабилитации и попыток ссать на ноги он достиг определенных успехов. Мы попробовали все методы. И начиная от иголок, и боботерапии. Ну, все, что можно было при этом диагнозе. И больше всего отклик от реабилитации был в Польше. Мы в этом году съездили туда три раза за год. И там он начал самостоятельно стоять и даже начал делать первые шаги. К сожалению, недуг возвращается. И сейчас семья Кузнецовых с помощью фонда имени Арины Тубис пытается собрать деньги на операцию, которая навсегда решит проблему и позволит Роме вести обычную жизнь пятилетнего ребенка. И может быть, в первый класс он уже сможет пойти, не поддерживаемый с двух сторон сестрой и мамой. Те, кто хочет помочь Роману, могут сделать это через группу фонда ВКонтакте. И это все новости, о которых мы успели рассказать. С вами была Наталья Ильина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok